СПО для СФО. Так называется всероссийская акция, приуроченная к отню среднепрофессионального образования, который в стране отмечают сегодня. Учащиеся среднепрофессиональных образовательных учреждений в этот день собирают гуманитарные грузы для специальной военной операции. Сегодня Эркиншахарский аграрно-технологический колледж передал Народному фронту выращенные собственноручно фрукты и овощи, а также другие необходимые в зоне СВО продукты и предметы для личного использования. Мадина Каракетова продолжит тему. Здесь все самое нужное, самое необходимое рассказывают студенты Эркиншахарского аграрно-технологического колледжа. Яблоки, которые вырастили студенты в собственных садах, сахар, тушенка, сгущенка, термобелье и другие необходимые в зоне СВО вещи. Мы передаем через Народный фронт гуманитарную помощь нашим ребятам. Студенты и сотрудники колледжа буквально за пару дней собрали средства и мы за один день вчера все это упаковали, собрали и привезли. В принципе раз в два-три месяца обязательно организовываем такие акции, оказываем гуманитарную помощь через Народный фронт, сами напрямую. Буквально еще сегодня мы будем отправлять очередную поставку ребятам, которые являются выпускниками нашего колледжа через их родителей. Акция «Все для победы» объединяет все больше и больше людей, от школьников до людей преклонного возраста, что не может не радовать, говорит Людмила Капушева, руководитель регионального штаба Общероссийского Народного фронта. Привозят, приносят, звонят, просят забрать разные необходимые вещи, приветы, письма в том числе для наших бойцов на передовую. Не устану повторять, что вот это чувство надежного тыла, которое мы таким образом все вместе даем нашим ребятам, это то, что тоже охраняет их, сохраняет их и дает им мужество для того, чтобы выстоять в этой борьбе, для того, чтобы вернуться быстрее с победой. Поэтому это очень важная работа, которую все мы вместе делаем. Людмила Капушева от лица всего регионального штаба Народного фронта выразила огромную благодарность руководителю Аграрно-технологического колледжа поселка Иркин-Шахар Азамату Матакаеву. ОНФ и колледж – уже давние партнеры, и это далеко не первый груз, который они направляют в зону СВО, в том числе и через Народный фронт, сказала Людмила Капушева. В ближайшее время все, что здесь, и особенно вот эти прекрасные яблоки, которые они сами вырастили, конечно же, будут уже на передовую наших ребят. Студенты Иркин-Шахарского аграрно-технологического колледжа всегда с энтузиазмом. Отзываются на идеи об очередном сборе необходимой гуманитарной помощи. Делится Олеся Иванова, которая сегодня сопровождает груз. И все они очень переживают за солдат на передовой и очень гордятся их мужеством, патриотичностью, преданностью стране. От имени студентов и всей команды аграрно-технологического колледжа я хочу обратиться к военным и сказать спасибо за то, что в такое непростое и трудное время они дарят нам мирное небо над головой и возможность радоваться каждому дню. Ну и, конечно же, я хочу пожелать скорейшего возвращения домой с победой.